добрый вечер дорогие друзья приветствуем всех зрителей youtube канала автопол старых зум сообщества проекта браво кстати мы вещаем из зум комнаты поэтому если вы хотите быть поближе к спикеру и ведущему переходите прямо по ссылке под этим видео прямо сейчас переходите наверное нет более оптимального способа узнать о эффективности какого-то процесса нежели сравнительный анализ и поэтому ну сравнительный анализ того что было и что стало и вот мне подумалось что автономия здесь не исключение и тем более два срока два года автономии срок довольно приличный и для того чтобы сделать какой-то вывод наверняка впечатляющий вывод и поэтому эфир наш обещает быть очень интересным зовите родных близких устрасте поудобнее а я передаю слово светлане лавровой которую попрошу подробно рассказать о диагностике физического тела по прошествии двух лет автономии но прежде немножко о себе светлана здравствуйте всем добрый вечер я благодарю что вновь пригласили к себе на канал и конечно же я расскажу немножко о себе для присутствующих на этом канале потому что канал очень быстро развивается и очень много подписчиков с каждым днем с каждым часом это конечно же не может не радовать очень приятно что люди начинают так так осознаваться и идти к самим себе я расскажу о себе примерно два года назад я начала рассказывать как я как я начала исцеляться от своего заболевания от бронхиальной астмы гормональной достаточно серьезную растет и не была стадия и я как раз рассказывала об этом и начала с этого начала рассказывать как я выходила на сухие дни сколько и было как я себя ощущала как я себя чувствовала это конечно же есть и эфиры на автополстаре на моем канале чтобы можно было посмотреть но в определенный момент я начали наверное открываться сознание самой себя что происходит в определенные моменты и в этот момент я с каждым разом все больше начала чувствовать что чем больше я говорю об автономии об той жизни когда не ешь и не пьешь что люди начинают тебя воспринимать не как человека который говорит о каких-то вещах которые ты начинаешь познавать начинает тебя воспринимать как просто человека который не ест и не пьет не видя о том не слыша о том что ты говоришь какие-то другие вещи и несколько месяцев назад я уже очень четко отошла от этой от этого восприятия что человек есть или не ест потому что я уже несколько месяцев назад судя по себе судя по своим ребятам которых я веду очень четко это очень четко видно что что неважно есть человек или нет если у него открывается видение самого себя если он может переключиться на видение вибрационного света если он может переключиться на видение своего днк то это абсолютно не имеет значения ест он или не ест и когда мы начинаем акцентрироваться на том что человек ест если он не если он то тот разговор о котором он говорит он отходит на второй план потому что то что он говорит до этого нужно дойти а то что он ест или не ест для каждого это является каким-то базовым базовой точкой отправки откуда он может отойти то есть вот этот космический корабль отходит с платформы голодающих и все пытаются забежать вот на эту платформу чтобы посмотреть а я вот и мне начинают писать я вот столько не ем а я вот выхожу на депривацию вот на так на вот я уже столько-то не сплю а я вот столько-то не ем и они теряют суть а для чего ты это делаешь ведь не едине не питье это всего лишь инструмент для того куда ты идешь потому что можно вот в эти вот голодные игры заиграться до такой степени что ты уже не понимаешь кто ты есть ты просто идешь вот в это вот состояние чтобы говорить а я вот уже столько не ел а я уже столько не пил а когда начинаешь задавать вопрос а ты это сделал чтобы что то у человека начинает теряться его боли он говорит ну вот я вот это вот познаю и вот это познает а по факту ты видишь что не до чего не дошел а не не потому, что он какой-то не такой, а не потому, что он какой-то там тупенький или ещё, а потому, что у него акцентрировано внимание абсолютно на другое, абсолютно на иное. Я уже очень много раз приводила вот этот вот пример с велосипедом, что если человек научился кататься на велосипеде, даже с плаванием, с чем это может быть, то если он не будет кататься на велосипеде или не будет плавать какое-то количество времени, а потом вновь его посади на велосипед или дай ему возможность поплавать, то он через какое-то время этот навык не потеряет, он уже приобретённый у него. Да, он у него не развивается в какую-то сторону, в сторону там лучше стал кататься, лучше стал плавать, там дольше, активнее, быстрее, там ещё что-то, но, тем не менее, этот навык остался. И здесь то же самое. Когда ты начинаешь видеть какие-то определённые вещи, то неважно, начинаешь ты есть, начинаешь, продолжаешь ты не есть. Если ты идёшь в развитие того, что тебя зацепило именно вот какие-то новые видения, новые грани, новые миры, если ты идёшь в развитие этого, то ты уже туда углубляешься. И вот этот вот аспект, еда или не еда, он настолько уходит из твоей жизни, что они имеют абсолютно никакой роли, не играют. То есть ты можешь есть, а можешь не есть. Можешь есть, можешь не есть там сутки, двое, месяц, год, 10 лет, 20 лет. Это абсолютно не имеет значения, потому что ты уже идёшь в другие состояния себя. Ты уже выходишь вот из этой вот матрицы вот этого пространства и идёшь в другое состояние. И именно сейчас я пытаюсь открыть ребятам то, к чему они могут прийти. И когда они приходят вот к этому, когда они приходят к этим осознаниям, то у них идёт чёткое понимание, чёткое ощущение, что они есть в этом состоянии себя, какие они могут испытывать чувствование себя, потому что наше, это физическое тело, оно дано нам для чувствований. И когда мы идём на чувствование себя, у нас уже отпадает поверхностное. Поверхностное — это эмоции. Эмоции всегда поверхностные. Эмоции всегда… Это то, что мы приобретаем за нашу жизнь. Это не наше, это не дано нашим аватарам. Это приобретённое. И вот это вот приобретённое, оно начинает отваливаться. А что такое эмоции? Первостепенные эмоции — это еда. И точно так же еда начинает отваливаться, как и эмоции. Тебе не становится без разницы, ешь ты или нет. И поэтому на сегодняшний день я стараюсь отходить от этого состояния. Но сегодня немножечко другая тема. Сегодня я хотела бы затронуть именно тему, которая сейчас очень… Я, наверное, попала в такой информационный поток, где очень много мне какое-то время начали задавать вопрос о еде или не о еде, «А что вот это такое?», «А что вот это такое?». И перед Новым годом я приняла такое решение. Но это было связано не только с тем, что люди спрашивали, конечно же. Это было связано, в первую очередь, я сейчас объясню, с чем. Когда ты выходишь на определенный уровень познания себя, то это же не просто слова. Вот на сегодняшний день я вижу человека не так, как картинку, не так, как я его раньше видела, как силуэт. Какого цвета волосы, какого цвета футболка, рубашка, какого цвета кожа, какого цвета ещё что-то. Это вибрационный след. И когда я вижу этот вибрационный свет, он говорит намного глубже о том, что я вижу, чем глазами. Чтобы объяснить, наверное, проще, наверное, объяснить это так, что когда вы смотрите на океан, вы видите поверхность океана, а если вы заглядываете, ныряете в маски в океан, то вы видите там рыбы, там целая Вселенная, там целый мир подводный. И сейчас, на сегодняшний день, я тоже вижу, что когда ты смотришь просто глазами, ты видишь, как на поверхность этого океана. А когда ты смотришь через вибрационный свет, то ты видишь, как вглубь. Ты видишь не только человека, ты видишь его структуру, его ДНК. Но его ДНК не просто, как колдушка-гадалка, ДНК, а с каждым разом я понимаю, что всё глубже вот эти вот информационные поля, они воспринимаются через тело. И я понимаю, что физическое тело, оно имеет определённые ресурсы, оно имеет определённые ресурсы, которые нужно понимать, и при понимании ты можешь откорректировать физическое тело, в какую степень тебе нужно, что нужно тебе подправить в твоём физическом теле, чтобы дальше принимать вот этот поток, который есть, он просто есть. Принимаешь ты его или не принимаешь, это уже другое, насколько ты это можешь сделать. И чтобы посмотреть стадию физического тела, я приняла решение пройти максимальное обследование. И как раз у многих людей отвалятся вопросы, такие вопросы, как ешь ты или не ешь, а что происходит с организмом. То есть мне уже не нужно будет об этом говорить. Человек по моим анализам, по моим результатам уже сам сможет посмотреть, как это оно происходит, а что произошло в теле, а что сейчас, а как у неё вот этого. И тогда вы можете без моего участия сделать абсолютно свои выводы. Но единственное, что я вела переговоры со мной из клиник, и должна была 22-го числа уже лечь в клинику. Но на сегодняшний день, пока я сама не могу пройти, не то, что пройти эту стадию, не вижу вот этого смысловой нагрузки, у меня… Это не к сожалению, это не к счастью, это просто факт, отвалилось такое вот состояние, что мне нужно там заработать денег, мне нужно вот этого. То есть это настолько стало неважно в моём мире, хотя, с другой стороны, я понимаю, что я живу в абсолютно материальном мире. Но вот это вот состояние, оно сейчас… Я тоже на него смотрю, я тоже его распознаю, я тоже с ним… Работаю, конечно, это громко сказано. Я туда углубляюсь и смотрю, что это значит конкретно для меня. Вот. Но на сегодняшний день, чтобы пройти это обследование, нужна такая сумма, которой у меня просто нет. Вот. Но мне уже позвонили несколько… Ну, написали несколько ребят, вот, и сказали, что они готовы там посодействовать вот в этих анализах и вот в этих вот. Вот. Я сразу же ребят… Светлана, ваш микрофон, пожалуйста, включите. А ты включи сам? Да, вот так. Это можно включить. Как-то сейчас… Меня не было слышно, да? Да, там микрофон включился, а сейчас слышно хорошо. Продолжайте. Не помню. Не знаю, на каком этапе я включилась. Буквально две-три фразы назад. Все. Я хотела бы еще тогда рассказать. Я это говорю не для того, чтобы меня кто-то спонсировал, финансировал, либо еще что-то. Я это просто говорю для того, чтобы вы понимали, что я не отказалась от этой идеи, а просто на сегодняшнем, как только у меня будет возможность это сделать, анализ своего физического тела, я это обязательно сделаю. Только лишь поэтому, не потому что я там сказала и забыла про это. Нет. Мне это очень нужно, потому что на сегодняшний день то, что мы говорим у человека, такие-то вибрации, такие-то вибрации, то, что у него есть такая-то светимость, такой-то свет, аура, светимость человека. Это все видно. Но когда открывается следующий этап, тело все равно… Вот у меня, например, я по-самому телу, у меня тело это все начинает воспринимать, и все воспринимать это начинает на физическом плане. И сейчас я понимаю, что вот эта вот светимость и вибрация, она основывается не просто на уровне восприятия человека. Это вообще не про это, ребят. Смотрите, когда у нас развивается даже эмбрион, что первым делом у нас, у эмбриона, идет какое становление? Это нервная система и, конечно же, кровоток. И сейчас я углубляюсь именно в эти познания через ДНК, через других людей, в познание крови, потому что только когда человек открывается перед самим собой, у него раскрывается свет, свет и вибрация крови. И только через кровоток ты можешь посмотреть, что происходит. Ну, что происходит, наверное, это громко скажут. Что есть истина этого человека, что есть истина самого себя. То есть кровь — это карта нашей планеты. и чтобы максимально углубиться в кровь, мне тоже нужно понимать, насколько мое тело выдержит вот этого углубления. Вот такая вот завязка вот в это вот во всё. Но я думаю, что это… сказать, что это интересно, наверное, это ничего не сказать, но я понимаю, что всю информацию, скорее всего, про кровь, я, конечно же, не смогу дать в прямых эфирах, потому что это закрытая информация. И один из эфиров, который я хотела провести, что у нас даже закрыли рекламу подобного эфира. Потому что самая закрытая тема на сегодняшний день, которую я вижу, это, конечно же, кровь. она закрыта не потому, что вот что-то там происходит, а именно потому, что это, как я на сегодняшний день вижу, это как раз и есть карта нашей плотности. Потому что первая, вторая, третья группа крови — это одно. Резус положительный, отрицательный, он говорит абсолютно про другое. И если мы влюбимся в четвёртую группу, то там абсолютно другой световой цвет, свет у человека с четвёртой группой крови. Но четвёртая группа, её нельзя назвать как группа, как отдельно стоящая группа. Это другие люди, это иные люди. Я сейчас всю информацию, наверное, не смогу дать, потому что, ещё раз повторюсь, что это только моё видение. У меня нет доступа к базе данных крови по каким-то странам. Нет. Это есть только моё видение, и это видение, когда я общаюсь с людьми, оно подтверждается. Оно подтверждается только на том уровне, на котором я сейчас могу это воспринимать. Вот. Пока как-то так. Если есть вопрос, я смотрю, что здесь очень много вопросов, если есть вопросы, вопросы, то я, конечно же, плачу. Если позволите, Светлана, да, я бы хотел от себя пока задать вопрос. Вопрос. А вот когда вы говорите о том, что вот эти знания про кровь, и как, ну, подобного рода знания, они вам приходят как некая, ну, интуиция, интуитивное, или озарение, либо это в общении с людьми вашего близкого узкого круга, или как-то это все вместе? Они просто приходят, как видят, то есть, попробую объяснить. Если я сначала общаюсь с человеком, то есть, общаясь с человеком, я видела человека как в общепринятом видении, вот ты видишь на картинку, там, на фотографии, ты видишь этого человека. Потом я стала видеть его глубже, то есть, я стала видеть, где каждый человек имеет свою вибрацию. Потом я стала видеть свет этого человека. И на сегодняшний день я вижу не только вибрационный свет, то есть, вибрация, она имеет несколько слоёв и несколько светов. Не светов, а именно свет. Вот. А сейчас я вижу немножко глубже, и когда ты видишь немножко глубже, я вижу, как свет крови, я, наверное, так бы сказала. И вот этот свет крови, он у человека, он бывает даже, когда он понервничает, у него, то есть, даже там вот такие вот, как рубляшочки, плюс-минус, то есть, если у человека, например, какая-то группа крови положительная, то я очень, пока ещё вижу, что, например, у него положительных, положительно заряженных частиц, например, 70 или 80%, но 20% всегда есть отрицательные заряженные. И вот эти вот отрицательные заряженные частицы, они раскрывают карту его рода. Это я вижу, мне не у кого спросить, насколько это правда. Я могу только при видении этого, я могу только разговаривать с человеком, когда я ему наталкиваю на что-то, он говорит, о, да, а как ты это видишь, а как ты, вот это абсолютно точно, абсолютно в точку. И я понимаю, что это абсолютно в точку, то есть значит я вижу то, что я вижу. То есть я только таким путём могу это выяснить. Другим путём, к сожалению, я пока не могу, к сожалению или к счастью, но вот только так. Между тем у нас в чате творится форменное безумие, потому что каждый норовит написать свою группу крови, как если бы в стране была объявлена мобилизация доноров. Ну, говорят, четвёртый отрицательный, например, Владилена, ну, что такое, то есть к чему это едят, я пока не могу объяснить. Очень интересная тема крови. Для меня тоже ощущение, что вот себя можно за волосы вытянуть из любого болота, я имею в виду физического недомогания, если прогонять кровь, я имею в виду определёнными, так сказать, упражнениями. Кровь сама по себе хорошей скоростью, она может быть и очищает. У меня было такое, моё самостоятельное наблюдение, я уже тогда и подумал, что кровь явно недооценена как бы в этом аспекте. А как вы насчёт оздоровления и крови думаете? Смотрите, ребят, я могу сказать, что кровь меняется. Вот у меня, я сейчас на группу крови не сдавала на свои, но я это в ближайшее время сделаю, да, и то, что вот какие анализы я буду проводить, я, конечно же, на своём канале это буду выкладывать, это будет всё в открытом доступе, насколько это возможно будет. Но я могу сказать абсолютно точно, что я, у меня в моей жизни как минимум два раза, что зафиксировано, менялась группа крови. Почему два раза? Потому что у меня двое детей, и я два раза была, как бы, наблюдалась, естественно, при беременности, и когда при беременности наблюдаешься, там сдают все анализы. И вот у меня при первой беременности была одна группа крови, а при второй беременности была другая группа крови. Группа крови, она меняется, но по разным источникам от четырёх до семи лет группа крови может полностью измениться. Не всегда, но бывает это при определённых условиях. Это есть такое. А как Вы относитесь к такому расслуженному мнению, что группа крови на самом деле гораздо больше, чем принято считать? Ой, это безусловно. Нет, это группа крови, наверное, на сегодняшний день я считаю, что это первично, потому что только группа крови, группа крови, резус, они определяют именно световую вибрацию данного человека. И если бывает такое, что человек, например, к чему-то идёт, развивается, ещё что-то, то его вибрации могут с развитием человека повышаться или понижаться, то если у него есть определённая группа крови и определённый резус, то ниже определённого вибрационного уровня она у него понизится либо повысится, не может. Но тут очень много вопросов про группу крови, очень много вопросов. Сейчас я не буду прямо сейчас проводить какую-то лекцию про группу крови, но я могу сказать, что, ребят, те ребята, у которых идёт группа крови с отрицателем, с отрицательным резус-фактором, они очень легко могут выходить на определённую плотность, ну, например, общаться с умершими. Это я говорю не для того, чтобы вы зазнались, не для того, чтобы попитать ваше эго, а для того, чтобы вы понимали, в какую сторону вам возможно развитие. И всё-таки последний вопрос на эту тему позволите? У меня просто интуитивно так открылось, но я могу ошибаться. А что, если первая группа крови названа так не случайно? Это как бы люди с большими способностями, что-либо? Нет? Правильно. Ох ты. Ладно, пойдёмте дальше. А всё остальное, Света? То есть у вас же диагностика всего физического тела спустя два месяца, два года? И вот и хотелось бы... Да, да. Я, конечно же, буду... Это будет не только по крови, это же, конечно же, будут и внутренние органы, то есть мне же тоже это интересно, в каком состоянии у меня внутренние органы, почки, надпочечники, поджелудочная, печень, селезёнка, то есть это я тоже буду, конечно же, всё проверять, потому что я ещё раз повторюсь, что несколько лет назад мне врачи сказали, что у меня надпочечники в критическом состоянии из-за гормональных инъекций, которые... Я была на гормонах ежедневно, и надпочечники у меня не работали, то есть мне давали два месяца и сказали, что больше как бы у меня не выдержит вообще организм. И мы все с вами прекрасно понимаем, что если выходить на сухие дни, то надпочечники, почки могут сгореть. Но у меня на тот момент не было выбора, у меня как бы было другое, и там про другое. То есть когда люди выходят на сухие дни просто чтобы выйти на сухие дни, чтобы там быть вот таким вот героем как минимум для самого себя, очень часто сталкиваются с таким фиаско, как потом начинается жор, начинаются какие-то проблемы с питанием, то есть наоборот выходят в такие состояния, когда ты не можешь вернуться к той жизни, которая была до сухих дней. И это очень много говорит как раз о надпочечниках. Это когда они манифицируются, и сама почка, она как будто бы как я вижу, она как будто бы как обволакивается пленкой, а надпочечник стоит как отдельно. Ему даже нечего не с чем работать. И как раз, когда человек выходит из сухих дней, его организм начинает восполнять и убирать все мешающие либо препятствующие ситуации, которые бы вышли опять в это состояние, в это состояние остаться без еды и без жидкости. и человек не может принять от мира определенные вещи точно так же, как и не может отдать. Почки очень много о нас говорят, и у меня как раз в закрытом клубе был такой эфир, и он еще будет повторяться про почки, мы там разбираем каждый орган, когда у нас что-то происходит с нами. Это, ребят, не просто у нас психика не срабатывает, не просто, не просто потому, что вот мы что-то не поняли, или не просто потому, что вот я почему-то не могу вернуться. Это не я почему-то не могу вернуться, это когда мы начинаем разъединять нашу физику и нашу психику. Очень часто бывают такие комментарии, когда пишут, вот я вот уже такой молодец, я уже научился вылетать из тела. А вылетать из тела чтобы что? И вот здесь вопросов нет. И чтобы понимать каждый процесс нашего, то есть наше тело, наше тело, наша психика, наша физика, наша психология, она настолько, она настолько большая, что узнавая сейчас ее, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что мы вообще, я ничего не знаю ни о своем теле, ни о своей психике, ни о том мире, в котором я сейчас нахожусь. И как раз вот сейчас я запускаю марафон по депривации сна, и мы там с ребятами будем проходить вот это вот достаточно легкое, ну как достаточно легкое, нелегкое упражнение, выхода из тела, чтобы понимать, что это дает и для чего. потому что, когда мы, не понимая, делаем какие-то вещи, ведь мы можем спокойно ходить и через стены, как бы это банально ни звучало, и вот эта вот телепортация, да, но телепортация и на дальние расстояния, но на ближние расстояния каждый хоть раз в жизни это испытывал, но наш мозг настолько не дает это понять, настолько для него это не актуально в этом мире, что он собирает всевозможные какие-то плюшки, чтобы показать, что этого не случилось. И когда мы начинаем разбирать эти состояния, когда мы начинаем разбирать эти ситуации, когда мы понимаем, что мы это можем, те вещи, про которые мы когда-то когда-то слышали или смотрели только в каких-то сказках, каких-то фильмах, когда мы понимаем, что это я, это я всё могу, тогда наш мозг он немножечко попускает и нам как будто открывается следующий уровень самопознания себя. И тогда мы выходим на следующие знания себя. И когда мы выходим на следующее восприятие всего, что есть в этом мире, которое я раньше не знал, тогда вот эти банальности, кому-то что-то показать, кому-то что-то доказать, поесть, не поесть, они уходят настолько на задний план, что они уже становятся абсолютно неактуальными в этом мире, тогда становится неинтересно даже задавать вопрос про еду, потому что для тебя она уходит как бы назад, она уже неинтересна, ты можешь вспомнить про неё через неделю, сказать, о, как бы неделю не кушал. Это опять же про еду, да? Но это не про то, что ты начинаешь где-то отслеживать, где-то писать календарики, да? У меня был период, я даже писала, у меня был такой большой настенный календарь, я себе отмечала, сколько у меня там сухих дней, сколько ещё что-то. Я это всё, ребят, проходила, у меня этот путь далеко, далеко не в два года, это девять лет, десять уже на сегодняшний день скоро будет. поэтому все вот эти вот подводные камни, это я прожила сама, то, что я рассказывала, то, что я, куда я вас веду, то, что я что-то показываю, это именно то, что я сама прожила, то, что я сама делала, какие, какие я сделала ошибки, но это даже ошибки не могу назвать на сегодняшний день, да, это мой опыт, но он великолепный. Если есть вопросы, ещё задавайте. Друзья, предлагаю, конечно, думать, это прекрасная привычка, но думайте вслух, то есть задавайте вопросы, когда вам наверняка хочется чем-то поделиться и задать вопрос. Вот у нас тут есть, тут у нас есть, тут дважды прозвучал вопрос, но такой немного абстрактный, но человек, давайте вознаградим за упорство. Вопрос от Орарт Мак, он спрашивает, как вы обрели такую ясность, Светлана? Ну, я рассказываю на этом канале, мне, во-первых, очень приятно, что вы так идентифицировали меня, что у меня есть эта ясность, вот, а во-вторых, я рассказываю на этом канале, как я шла к этому пути, и я уже говорила, что у меня была не одна физическая смерть, и на сегодняшний день не одна психическая смерть. Вот физическая смерть, это, как говорится, как цветочки, да, когда ты понимаешь, тебе идти в свет, либо тебе идти в следующее пространство, а когда у тебя идёт смерть твоей души, когда ты начинаешь единяться с тем, что есть в этом физическом мире, всё, что есть, так и нет, как ты, так и не тебя, тогда это уже идут другие осознания. И вот когда вот эти осознания пришли, тогда уже не осталось вот этих вот крючков, либо ярлычков в этой плотности, и ты тогда спокойно уже идёшь без страха в следующее познание. И когда ты идёшь в следующее познание, тогда у тебя нет этого непринятия следующих познаний, тогда у тебя уже не идёт такое, что, ой, это не может быть, а вот действительно ли я это вижу? Тогда ты просто это видишь и весь мир это показывает. То есть, наверное, на таком простом примере я приведу, вот когда кто-то бывает такое, вот вас спрашивают что-то, а вы, например, сначала такие, вот так бы ответили, потому что, а что я буду так отвечать, а вдруг это не то, вдруг это не так, а вдруг это, я сейчас скажу человеку, он поверит, а на самом деле это просто там я намыслил, надумал, и не говоришь ему об этом. А приходишь, а потом ты приходишь через какие-то там свои осознания, приходишь к тому, что у меня сейчас нет вот этого, что я думаю, что я не то скажу, я не так скажу, я ещё что-то. Я просто это говорю, потому что на сегодняшний день есть чёткое осознание знаний, что они просто есть и просто приходят. И когда ты это говоришь, ты это, я же могу с человеком не общаться долго, я могу на часовой консультации, не зная, что у него произошло, я могу сразу же сказать, вот это вот у тебя было, например, в шесть лет, или вот это вот было у тебя в третьем поколении от бабушки или от дедушки. Не потому, что я очень долго и очень тщательно изучала семью этого человека, а просто приходят эти знания не через меня, а через того человека, который пришёл на эту консультацию, который хочет. Придя на консультацию, он уже открывается. И когда я говорю, ты точно хочешь вот это и вот это, когда он говорит да, то тогда вот эта вот вся его история, она сразу же раскрывается. То есть я не вижу её, например, как в фильм, но я очень чётко вижу вот эти вот точечные моменты, когда туда углубляют человека. И он не бывает такого, что он говорит, ой, я не помню вот этого. То есть как только его углубишь в это, он сразу же достаёт определённый момент, и его можно с ним уже работать. Оно вот тут же прорабатывает, и больше этого, этой проблемы не существует. Да, наш мозг нас оттягивает назад. Всё равно он как резиночка, как вот это вот паттернное поведение, да, оно всё равно туда притягивает. Говорит, нет-нет-нет, а давай-ка ещё раз так, мы же так жили вот столько лет, давай-ка ещё вот так пожим. Там же всё удобно, всё понятно, мы там уже всё знаем. И вот здесь вот этот момент как раз нужно очень чётко отслеживать, чтобы понимать, а готов ли ты обратно уйти туда, или всё же ты готов переломить себе, в себе этот момент и идти дальше, в нового себя. Вот эти вот состояния тоже есть. Я надеюсь, что я ответила. Да, благодарю, Светлана. А у нас тут не столько вопрос, сколько такое, человек делится опытом, но меня заинтересовало, что вы ответите. Пишет нам Анна Дракова из Великобритании. У меня так получилось, семь дней сухих, без сна, и на этих семи днях рухнула почка, и пошли изменения в надпочечниках. Взаимосвязаны ли эти две вещи, как с вам? Ну, конечно. Да, конечно, я же об этом и говорю, что нужно очень аккуратно. И смотрите, у нас очень многие начинают говорить, писать, спрашивать. Говорят, вот у меня, например, там на сухих днях очень тянет почки. Я уже давным-давно, ребята, это говорю, уже больше года, что в наших почках нет нервных окончаний. Почки умирают молча. Если тянет почки, то это не почки. Это как раз у нас на сухих днях у нас гладкая мускулатура, она без воды немножечко зажимается, и у нас такой дискомфорт получается, как будто у нас поясницу начинает тянуть. Вот. И я даю определенные определенные упражнения, чтобы облегчить это. Но когда мы говорим про сухие дни, почки действительно умирают молча. Именно поэтому я и говорю, что когда вы заходите на длительные сухие, либо когда вы идете в какие-то определенные состояния, очень важно, либо чтобы с вами был человек, который это понимает, либо чтобы вы очень четко реагировали на свое тело, потому что почки дают информационный пласт вовне. Если в двух словах, то это отдача и принятие. Если побольше раскрыть, я, конечно же, сейчас не смогу больше раскрыть, потому что у нас нет столько времени. Но как раз мы можем отследить любое, наш внутренний орган по тем состояниям, которые происходят во внешнем мире. Как к нам откликаются люди, как мы откликаемся к ним, что происходит снаружи, и именно по тем критериям, которые происходят наружу, мы можем посмотреть, в каком состоянии на данный момент у нас находится наш внутренний орган. И в первую очередь, конечно же, нужно делать огромный акцент на почках, потому что это единственный орган, который умирает молча. И его было бы… Если бы вы слышали и слушали себя, вы бы поняли, что у вас почки в критическом состоянии. Скорее всего, они были в критическом состоянии после четвёртых суток. Потому что трое суток наши почки отдыхают на четвёртые сутки, они начинают работать по-иному. Благодарю, Света, за ответ. У нас вопрос от Виктории Лиры. У нас разная степень готовности слушателей. Вот вопрос такого рода. Какие главные осознания произошли за эти два года? автономии и какие возможности в принципе даёт этот образ жизни? Какие осознания? Ну, наверное, у меня вообще вся жизнь поменялась. Она поменялась у меня абсолютно. То есть до этого я… Давайте скажу, не до двух лет, а десять лет назад я была абсолютно другим человеком. Я была просто обычной бизнес-вумен. у которой было несколько компаний в подчинении в общей сложности. У меня было порядка 300 человек. Если кто-то знает, то это достаточно крупная компания. Как бы такое было. Поэтому я никогда не смотрела в эту сторону. То есть у меня не было такого, что я положила жизнь, я ездила там по каким-то мастерам, губы, что-то пыталась найти себя. Меня вообще всё устраивало. И поэтому да, это действительно полностью поменяло мою жизнь, это полностью поменяло мою физику, это полностью поменяло моё осознание. И, наверное, я бы сказала так, что я, конечно же, ни о чём не жалею. У меня нет такого восприятия того, чтобы что-то я поменяла. но я могу сказать очень чётко, когда люди стремятся к просветлению, и они думают, что здесь какие-то огромные плюшки, наверное, я бы сказала, что подумайте несколько раз, прежде чем идти и углубляться в это. Потому что ваш мир изменится настолько, что в какой-то определённый момент, когда вы увидите, например, молодых людей, девушку с парнем, которые будут на улице выяснять отношения, то вы себя, может быть, поймаете на мысли, что вы просто мило улыбаетесь, глядя на то, что они могут испытывать такие эмоции. Потому что вы в определённых состояниях уже не можете испытывать эти эмоции. И иногда, наверное, по ним будете скучать. Вот это вот и есть такое. Друзья, спасибо за вопрос. Может быть, мы все не успеем озвучить. Мой призыв оказался услышан. Вот вопрос от Андрея. Если речь зашла об анализах самочувствия и вновь вернувшихся вопросов с дыханием, вернулись вкусовые пристрастия как до практик? Какой вопрос? Ребят, у меня вкусовых пристрастий и до практик не было. Я уже рассказывала, что я в детстве даже два раза лежала в больнице, а меня родители наложили с дистрофией, потому что я забывала кушать. Не потому, что я себя плохо чувствовала, а потому, что я забывала кушать. Я была в принципе таким ребенком изначально. Поэтому у меня нет такого, что я что-то очень люблю или что-то очень не люблю. Поэтому я вам на этот вопрос особо-то не отвечу. Светлана задает вопрос, а нет, Юля задает вопрос, обращается к вам, Светлана. Первый вопрос был уже отвечен. Второй звучит так. Идут ли процессы старения на полной автономии? организма? Ну, я сейчас не проверяла свой организм. Я не могу вам сказать. Я же вам сейчас скажу только свои догадки какие-то. И вообще вот такие вопросы, смотрите, чем больше вы будете задавать вопросы потому, что мне интересно, тем больше вы будете уходить от себя. Именно поэтому я все время, у меня каждый ретрит, каждый марафон, каждый консультация у меня направлена только на самого себя. Чтобы вы не находили себе гуру, ой, вот он хорошо выглядит, ой, вот он вот это делает, вот я хочу быть как он, поэтому пойду его путем. Нет, всегда идите только своим путем. И как только вы начнете идти своим путем, вы будете чувствовать, что у вас с организмом. Потому что, чтобы я не сказала, что у меня с организмом, это же будет только у меня с организмом. Это же будет не у вас с организмом. Вы все время уходите от себя. Но мы это очень часто делаем, многие люди это делают очень часто. Потому что, когда мы делаем акцент на ком-то другом, то тогда мы себе опять выделили время, чтобы еще какое-то время не столкнуться с самим собой, уйти от самого себя, не познать самого достаточно глубинный и трудозатратный способ. Именно поэтому я вам сейчас и говорю, что я хочу сделать полностью обследование организма не потому что же, чтобы вас порадовать или не порадовать, а именно для того, чтобы узнать, а какие еще я могу вибрационные слои испытать на своем физическом аватаре. И это достаточно трудозатратный период в любом состоянии. Поэтому идите только через себя. Хотелось от себя спросить, тоже абстрактный вопрос. А вот люди голубой крови, они вообще существуют такое буквально в смысле голубая кровь или таких знаний у вас нет? Ну, у них в крови просто больше присутствует железо. и на сегодняшний день я не всех видела людей, но по крайней мере тех, которых видела, действительно у них есть такой голубоватый оттенок крови, но опять же я у них кровь не брала, это то, что я вижу. Это когда присутствует достаточно большое количество железа, но это те люди, которые земные, и если смотреть в их ДНК, то очень можно хорошо прочувствовать, что на их роде писался определенный этап истории нашего мироздания, то есть не на их крови, а связанные с их родом, так я бы сказала. Эти люди могут сейчас этого не помнить, но это не говорит о том, что этого нет. Это то, что я сейчас вижу. Благодарю. за ответ. Так, у нас вопросов. Ну, спрашивающая Ирина Кондратенко, Светлана, а вы видите органы крови у кого-то, или вы свои органы видите? Такой вот вопрос. У кого-то. У кого-то проще видеть. Через зеркало она видится не так. То есть свои, я могу сказать, что я свои тоже вижу. но свои вижу я на ощущениях. Я их не вижу через вибрационный свет. Я их воспринимаю через ощущения. А у других я их больше вижу. А если бы назвать главные ошибки в автономии? Доброслав Москва спрашивает. Светлана, какие ошибки могут возникнуть в автономии? Ну, те ошибки, наверное, скажем, не в автономии, а в голодании, я бы так их назвала. Это когда вы стремитесь больше и больше намотать часов, если вы чувствуете, что ваш организм не готов к этому, а вы стремитесь туда вот идти и идти. Это первый момент. И второй момент. Бывают такие состояния, когда у вас просто вот эта слабость ужасная, и вот просто ничего не работает, и хочется просто полежать, и вы начинаете себя заставлять бегать, например, бывает, заставляют бегать или ещё что-то. Это, представляете, какая нагрузка на организм? У вас и так идёт интоксикация всего организма на вычищение, на вычищение того, что скопилось, а вы ещё через внешний фактор начинаете ещё говорить, ну, давай ещё поработать. И там просто ваши органы в таком коматозе и даже я бы, наверное, сказала, что могут быть плачевные ситуации, я даже слышала, что бывают такие плачевные ситуации. Не отворачивайтесь от своего организма, вы же хотите его почистить, почему вы отворачиваетесь от него? Прислушивайтесь, слушайте, если он хочет полежать, ну, полежите. И если вы хотите кушать, если вы не готовы выходить в это, не надо себя насиловать, ребят. то есть, смотрите, я вам могу сказать, что человек абсолютно точно может жить без еды и без жидкости. Я абсолютно точно могу сказать, что многие заболевания, может быть, даже все, но я все же заболевания не знаю, поэтому я скажу, многие заболевания лечатся через голодание, сухое либо влажное, либо водяное, да? Вот. Это великолепный инструмент, который нам дан от природы, самый дешевый, самый великолепный. Но если вы это переводите в стадию того, что мне это надо сделать потому что, то у вас это не получится. Если вы идете к осознанию себя, то, поверьте, проще прийти к осознанию себя, а потом у вас отвалится все, что не нужно вам. Если вы идете через голодание, то вы придете только к голоданию. к голоданию как мозга, так и тела. Все. Но это мое видение. Да. А у нас еще вопрос от Виктории Леры. Что делать после трех сухих дней, если почки дают о себе знать? Может, можно сделать профилактику до сухих? Благодарю. Вообще, если... Ну, тут такой вопрос, что почки дают о себе знать. Как они дают о себе знать? Мы уже только что проговорили, что почки не дают о себе знать. Вот здесь тоже, смотрите, я сейчас дам какую-то рекомендацию, а другие начнут ее применять, которая им вообще не подходит. Но, ребят, я могу сказать, что трех сухих дней это достаточно хороший срок для очищения вашей физики. Поэтому, если после трех сухих дней вы чувствуете, что у вас какой-то есть дискомфорт, но выйдите на травяных чаях, только не делайте травяные чаи, где сборы трав, я не знаю, там около двадцати, максимум три травы, я всегда говорю, и у меня это в клубе есть максимум три травы, и тут в зависимости от того, что у вас, какие заболевания, поэтому не надо себя насиловать, не идите через эскезу, иначе вам тело даст тот же самый результат, только через другое. Владимир Клин спрашивает, скажите, можно ли вылечить рак лёгких и инсульт сухим голоданием или на воде? Инсульт у меня был случай, а рак лёгких я лично с таким не сталкивалась. Я, конечно, могу вам сейчас сказать, что нет ничего невозможного для нашего тела, и я действительно в это верю, но лично в моей практике рака лёгких не было, но я знаю человека, у которого был рак лёгких, он вылечился сухим гнём, но в моей практике этого не было, а инсульт да, в моей практике был. Не было самого факта такого заболевания, а не излечения, чтобы люди понимали, что речь идёт о том, что не было случаев заболевания минуту вашей практики среди людей. Окей. Вопросов у нас больше нет, время немного подходит к концу, так что к Светлану мы как закругляем передачу. Если есть вопросы, друзья, задавайте. в целом, вот, кстати, Елена Васильева спрашивает, при язвенном коллекте можно применять сухие дни? Ну, пробуйте на себе, но вообще да, то есть у меня тоже была женщина с язвой, предоперационная была стадия, и мы с ней проходили несколько, но у нас была подготовка, вот, то есть она не сразу же вышла на сухие, то есть мы сначала пропили определенные травки, а потом она на сухих днях ещё, у неё было несколько интервальных стадий, и мы с ней определенную траву размечали, и три раза в день просто слюной запивали сухую траву. Ну, это всё, всё, ребята, очень индивидуально. Лиля, напишите, что конкретно уточнить нужно насчёт почек? Лиля, насчёт почек я, как бы, уточнить я не смогу в открытом эфире, то есть это нужно смотреть, что вы хотите, как вы хотите. Это уже нужно как-то больше, наверное, индивидуально общаться, потому что так это, ну, как сказать, это же нужно смотреть, какой у вас образ жизни, какое у вас питание, что вы хотите, как вы хотите, куда вы хотите прийти, к чему, чтобы что. То есть здесь же очень много вопросов. Дут слова благодарности светлых вам, как бы, я от Александра, я от Андрея, все вас благодарят, говорят, что вы светлый, светлый человечек, он даже с приставочкой, и я хочу присоединиться к этим словам, пишите, друзья, пишите вопросы, но уже, наверное, ближе к следующей нашей, так сказать, передача, а на этот раз мы заканчиваем. Слава, я не знаю, помню, говорил я вам или нет, но прошу вас пересмотреть этот эфир, потому что вы похожи на ангела, вот вы в этом кресле с этими крыльями по бокам, они просто вас, ну, просто. Поэтому ждем вас с удовольствием и с нетерпением в следующий раз. Спасибо большое за эфир, друзья, спасибо всем, что были с нами. Всего счастливого. Пока-пока. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok